Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И вначале расскажем о погоде. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. Вечером местами кратковременные дущи гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 11-16, днем 27-32. А в горах ночью 4-9, днем 16-21 со знаком «плюс». В Черкесске без существенных осадков. Температура ночью будет 14-16, а днем 30-32 градусов тепла. Он вырос в семье известного талантливого художника и, по примеру своего отца, стал профессиональным художником. Казбек Аков – член Союза художников России о современном искусстве, натурных работах и подготовке к первой персональной выставке. В эти минуты в нашей студии Казбек Аков расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем! Доброе утро, Казбек! Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Вы очень редкий гость на телевидении, и тем вдвойне приятнее вас видеть. Вы выросли в семье известного талантливого художника в нашей республике. С его работами знакомы практически все любители искусства – это Исмаил Аков. Стало ли вот это поводом для того, чтобы и вы стали профессиональным художником? Ведь не все дети художников становятся художниками. Как в вашем случае это происходило? Ну, жизнь в детстве, она как-то выбора нету. И тут как бы и маму, и папу не выбираешь. И профессия отцовская, она тоже была как-то случайно приобретена. Впитывая с детства то, что ты как бы с запахами и каждый день видишь, да. Она как-то впиталась в меня. И уже более взрослым, ну, так скажем, в первом-втором классе, уже когда мог и кисточку держать, и молоток держать, я ему помогал. Помогал в каких-то вещах, и это как-то вросло в меня. По сей день? Да, по сей день. Живет с вами? Да, живет со мной, и как-то оно развивается. Казбек, я знаю, что у вас еще не было своей персональной выставки, но идет подготовка. Да, я сейчас думаю, обдумывал несколько лет, и уже другим взглядом смотрю на натурные вещи. Хочется свой почерк показать, и немножко отличалась от других работ художников. И дай Бог, если мои творческие мысли реализуются, я обязательно покажу зрителям. Ну что ж, мне остается пожелать, чтобы эта выставка в скором времени состоялась, и еще раз поблагодарить вас за участие в нашей программе, и, конечно, поздравить вашего папу с 80-летним юбилеем. Я благодарю вас за участие. Спасибо. Успехов вам. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Следующий выпуск «Вести» в 14.30 с Ашемезом Пьешковым. Удачного вам дня, и встретимся завтра. Доброе утро. Здравствуйте. Здесь мы, Денис Тойков, Лен Ладр. Это 16 или четверг. Просыпайтесь. Мы верные признаки. Доброго утра. Пора начинать новый день. Да. А если у вас наблюдаются верные признаки укачивания в транспорте, путешествуйте по ночам. Испанские ученые уверены, что в это время организм испытывает меньший стресс. А еще они назвали продукты, которые помогут избежать тошноты. И в первую очередь это рис, только не разваренный. Не менее эффективны яблоки и арахис. Также в списке куриная грудка и морковь. Главное – избегать чрезмерно соленой пищи. Она вызывает жажду, а та провоцирует укачивание. Поэтому привычные бутерброды с ветчиной или колбасой в пути есть не стоит. Лучше сделать и сэндвичи из цельнозернового хлеба, свежего несоленого сыра и помидоров. Да и вообще по ночам лучше поменьше есть. Ну, кстати, на нехватку помидоров и огурцов нам жаловаться не приходится. Их уже вырастили в этом сезоне вполне достаточно. А вот с баклажанами, перцем и цукини ситуация другая. До 90% этих овощей на отечественном рынке импортные. Почему, разбирался Оксана Сырова. Я всегда выбираю отечественные, но нет гарантии. Они говорят, что это Краснодар, а на коробке написано Турция. Отечественные фрукты и овощи мне нравятся больше, потому что они вкуснее. И ароматнее, и экологически чище. Выбор овощей к своему столу россияне практически единодушно отдают предпочтение плодам с любовью, выращенным нашими аграриями. И те стараются вовсю. В 2019 году удалось собрать около миллиона трехсот тонн тепличных огурцов и помидоров. А в этом году по прогнозу.